Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Сета Година «Лидер есть в каждом!» 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и выжать все соки из колокольчика, а мы начинаем! Факт номер один. Нам всем нужна принадлежность к чему-то большему. Деление на группы происходит с доисторических времен. Современные люди являются участниками племен независимо от их желаний. Это может быть религиозная община, рабочий коллектив, сообщество музыкальной группы. Мы существо социальное и не можем без этого. При этом объединяемся на основании общих ценностей. Очередная революция произошла с появлением интернета. Границы стерлись, и теперь мы имеем возможность следовать идеям не по территориальной принадлежности, а по личным предпочтениям. И дотянуться можем до любого человека во всем мире. Факт номер три. Успех продвижения зависит от эксклюзивности идеи. Ранее с помощью маркетинга компании пытались охватить как можно большее число людей. Концепция продвижения продукции в массы претерпела изменений. Теперь огромное значение имеет качество и суть идеи. Управление племенем через интернет. Привлечь внимание пользователей стало проще, используя популярные сервисы в интернете – YouTube, Instagram, Twitter. У лидеров уже нет необходимости лично контактировать с племенем, можно пропагандировать идеи онлайн. Факт номер пять. Разносторонняя коммуникация внутри сообщества. Общая идея может транслироваться вертикально от лидера к членам группы и горизонтально между самими участниками. Технологии обеспечивают свободный обмен информацией, в блогах и социальных сетях можно распространять идеи, делиться и обмениваться мнением. Толпа следует за волевыми личностями. Писатель утверждает, что успешное племя должно иметь минимум тысячу верных приверженцев. Толпу привлекает наличие значимой идеи и волевое стремление того, кто ее пропагандирует. Люди жаждут общения. Мнение, что для организации сообществ нужны деньги, ошибочно. Многие бренды продвигают социальные позиции, указывая пользователям, как правильно поступать. Этого недостаточно. Люди жаждут обсуждений. Восьмой факт. Важно не количество, а прочность внутренних связей. Лидеру нужно сосредоточиться не на увеличении количества племени, а на укреплении связей между участниками. Сплочение происходит в процессе тесного общения. Построение племени – это всегда движение в вакууме. Лидер первопроходец, идущий в неизвестность – вакуум. Люди испытывают потребность в изменениях из-за ощущения, что миру чего-то не хватает. Перемены всегда даются с трудом, и именно поэтому лидер первым вступает в вакуум, задает направление и призывает присоединиться. Десятый факт. Для внедрения изменений нужно преодолеть сопротивление. Каждый может возглавить племя. Мешают навязанные взгляды, страхи. Чтобы изменить систему, нужно плыть против течения. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Лидер есть в каждом племена в эпоху социальных сетей». Подписывайтесь на канал, выжимайте все соки из колокольчика, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».